Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Скайрим, Гильдии и Тёмное Братство. Прошлая серия закончилась тем, что Цицерон напал на основное убежище. Астрид отправила нас за ним в догонку и попросила найти её мужа, который погнался за Цицероном. Мы находимся на окраине Данстара, и убежище Тёмного Братства находится где-то там. Перед тем, как мы вышли, Астрид дала нам своего верного коня по имени Теннигриф. Замечательная боевая лошадь, с матёрым характером, люлей ломает даже троллям. Нормально, нормально, лошадка. Где-то тут это Тёмное Братство, сейчас мы, кстати, это и посмотрим. А вот и он. Ну уж, Астрид. Как себя чувствуешь? Можно было догадаться, что Астрид пришлёт тебя. Да? Ты ранен? Правда, что ли? Нормально с тебя поднатекло. Тош, маленький шот умеет ножиком махать. Ничего не скажешь. Но не волнуйся, я тоже не промах. Где Цицеррон? Вон туда. В эту дверь. Там, похоже, какое-то старое убежище. Я бы пошёл за ним, но я не знаю пароля. Я знаю пароль. Я догоню Цицерона, а ты иди домой. Ладно, я тебе верю. Да и вряд ли от меня было бы много проку. Этот сморчок меня здорово порезал. Но я его тоже порвал. Почти наверняка пробил артерию. Значит, он не жилец. Не знаю, что ты там найдёшь, но можешь просто идти по кровавому следу. Хорошо. Если ты пробил ему артерию, значит, он явно не жилец. Только если он умеет кровь остановить. Причём, не простую, а артериальную. Чё, есть чем зарядить? Давай этим зарядим, надо было. Конечно, ко мне идёшь взять. Кстати, кстати, кстати. Я прокачал своего персонажа. То есть, после убийства Гая Марона, мы получили талисман Аллавы. Аллава это местная провидица. Она живёт в Вайтране. Она мне рассказала про некого тёмного брата, который оставил мне всё своё имущество. Он мне оставил тёмную броню, точнее, древнюю броню теней. Это улучшенная броня обычная. То есть, обычная версия. Господи, что я путаюсь сегодня? Вот. Это просто та же броня теней, только улучшенная. То есть, если обычная броня даёт 50% сопротивления к яду, то это даёт 100%. Немножко улучшенные характеристики, но тем не менее, это та же броня. Я прокачал своего персонажа до 40 уровня. То есть, он довольно-таки силён. Не во всём, конечно, но довольно силён. Скрытность 65. Лёгкая броня 98. Стрельба до 95. Одноручная до 46. Блок я прокачал, потому что это было очень просто. Учитывая то, что у меня есть этот спектральный ассасин, которого я тоже получил за точное выполнение условия. Кузнечное дело, которое я прокачал во имя того, чтобы улучшать всякое. И, в общем-то, всё. Вот мой сороковой уровень. У меня, ну, как вы видите, прокачана немножко броня. И неплохое кольцо. Кольцо лучника для урона с лука. И ожерелье, которое даёт бонус к совершенствованию брони. Что ж, поехали. Ну, наверное, я всё-таки начну с лука. Что есть величайшая иллюзия в жизни? Ненависть, брат, мама. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать домой. Да, понатекло с этого товарища нормальный. Слышащий, это ты? О, я знал, что ты придёшь. Пошлите лучших, чтобы сокрушить лучших. Астрид знала, что её глупый валк не убьёт хитрого Цицерона. Ох ты, крепкий какой. Я думаю, вас лучше резать. Стоп, а чё там со сложностью? Секундочку. Секундочку. Блядь, а какого хера я эксперта поставил? Надо на Адепте проходить это. У меня не такой персонаж, чтобы я мог выёбываться. Особо. Но матери нужно кое-что ещё. Ты убьёшь хранителя? Или мне убить слышащего? Вот это уже безумие! Мой дом хорошо защищён. Я всегда удивлял внимание деталям. Понятно? Блядь. А я убью меня! Да, Цицерон. С башкой у тебя явно всё плохо. Но тем не менее, мы при выходе подняли вот его броню. Собственно, шутовская броня, которая не даёт защите в принципе. Но она очень и очень неплоха по её показателям. Да. Подрывай нахер. Эту контору их не... Хорошо. Продвигаемся, разбираемся. Я не скипаю от подземелья, потому что тут довольно-таки интересный комментарий от Цицерон. Эй, ещё здесь? Так, да. А, конечно, Цицерону он уважает способности слышащего. Но ты не можешь хоть немного помедленнее. Я уже не тот, что прежде. Эх. Вообще-то можно. Убить тебя нельзя, но можно тебя изгнать. Это мне достаточно. Продолжаем наше собственное движение. Ох, Ханадина. Тебе понравится. С самого начала в убежище этой части не было. Назовём это вынужденным расширением. Кто вынудил, спрашивается? Просто зайди и увидишь. Я думаю... Паук, что ли? Ну ладно. Цицерон он напал на эту шлюху острит. Но что делать несчастному дураку, когда его мать опозорен и осмеен, а? Ой. Конечно, слышащий понимает. Именной тролль. Воды. Слышащий понимает. Тут ловушек нет? Вроде бы нет. Тут ещё эти черти ходят, конечно. Ох ты, ёпт. Да ты прям Нео. Цицерон признаётся. Он думал, что слышащий уже мёртв. Эх. Может, просто забудем об этом? Нет. Что было, то было. Что скажешь? Нет. Нет. Ух ты, ё-мая. Ты чё, умер с обычного удара, что ли? Да ты жалок. Если тебя утешит, мне немного неловко из-за визары. Тупой, я ещё просто попался по трубам. Но... Скажи, что это неуклюжий пёс и стёк кровью. Нет. Это манжи. Видите, я немножко осмелел. Поэтому можно и вперёд ломиться. Вот и кончается спектакль. Занвес. Ну что ж, за этой дверью цицерон. Давай помолчим. А, предпочитаешь слушать, да? Конечно, конечно. Слышащий слышит. Шутка. Смешная шутка. Нашла? Ахахаха. Тогда послушай. Не убивай меня. Сохрани жизнь бедному цицерону. Я напал на шлюху Астрид. О, да. И я сделаю это снова. Всё ради нашей матери. Вернись к этой самозванке. Скажи, что я мёртв. Скажи, что я задушен собственными хишками. Ахахаха. Но соври, да. Соври. Соври и оставь меня жизнь. Знаете, его можно убить, а можно оставить в живых. Собственно, если вы оставите его в живых, цицерон сможет к вам присоединиться в качестве спутника. Меня это устраивает. Поэтому живи, подлая твоя душонка. Ещё учитывая то, что я не питаю какой-то особой радостью от того, чтобы тупо исполнять приказы Астрид. Ибо она тварь ещё та. Да ладно. Живи, цицерон. Живи. Арн Бьёрн в безопасности. Благодарю тебя. Но что с дураком? Великолепно. Ты просто прирождённый ассасин. Знаешь что, можешь пока оставить себе Тенегрива. Он отличный скакун, но в последнее время совсем застоялся без дела. А теперь, когда мы прибрали бардак цицерона, самое время вернуться к насущным делам, да? Да. Каково моё следующее задание? Осталось ещё одно убийство, прежде чем мы ударим по Императору. Тебе доводилось слышать о Гурмане? Читать его поваренную книгу? Она пользуется бешеной популярностью. Гурман будет готовить особый обед для Императора. Ты убьёшь его, выкрадешь его грамоту и сыграешь роль шеф-повара. Этой частью плана занимается Фестус. Он близок к тому, чтобы выяснить, кто такой этот Гурман. Поговори с ним. Фестус Крэгс. Хорошо. Береги себя. Судя по всему, ты жив. Это было, как говорят. Но во имя Ситиса перебить всех, это же надо. И одного оставить в живых, чтобы были свидетели. Есть ли границы у твоего таланта и коварства? По правде, это было так просто, что я даже чувствую себя немного виноватой. Милое невинное дитя почему-то вызывает куда больше доверия, чем стоило бы. Херасель. Фестус Крэгс. А, вот и ты. Долго же вы там возились с Цицероном. Теперь давай перейдём к делу. Астрид тебе рассказала про Гурмэ? Я надеюсь. Да. Именно так. Но сперва нужно узнать, кто он. Если, конечно, Гурмэ это он, а не она. Может и женщиной быть, мало ли. Где его искать? А, само собой, само собой. Во время своих расследований я наткнулся на это. Поварная книга Гурмэ, но не просто книга. Она подписана, видишь? Это, кажется, подарок от Гурмэ какому-то Антону Верану. Я выследил Верана. Он живёт в крепости Маркарт. Тамошний повар. Идёт. Думаю, да. Так что тебе нужно узнать у Верана, кто такой Гурмэ на самом деле. И где его можно найти. Да. И когда закончишь с Вераном, убей его. В конце воду и всё такое. Хорошо. А потом тебе нужно будет... Ты меня слушаешь? Конечно, Фестас. Я уже говорил. Тебя нужно будет убить Гурмэ, конечно. А ещё забрать его охранную грамоту, чтобы потом занять его место. Да. И если сможешь, спрячь тело. Чем дольше его не смогут опознать, тем лучше. Теперь беги. Хорошо. Запомни крепость Маркарт. Отправляемся в Маркарт. Искать Антона Верана. Чтобы выбить из него признание. Мы находимся в подкаменной крепости города Маркарт. Это кейзал Ярла. И двигаемся на кухню. Надо работать. Не то Антон мне башку оторвёт. Да-да. В сотый раз говорю, я не бретонец. Родился в Хайроке. А потом приехал сюда. Я не из предела. Ах да, Хайрок. Родина высокой бретонской кухни. Кто ты? Чего ты хочешь? Гурман. Кто это? И где его найти? Г... Гурман? Никогда. Я не знаю, что привело тебя сюда. Но ничто не заставит меня предать друга. Я унесу тайну имени Гурмана с собой в могилу. Во имя Тёмного Братства это можно легко устроить. Тёмное Братство? Эй, постой-ка минутку. Давай не будем торопиться. То есть наверняка же мой друг не захотел бы, чтобы я рисковал жизнью. Верно? Слушай, его зовут Балагог Гранолоб. Он орк. Гурман это орк. Он живёт в таверне Ночные Ворота. Это всё, что я знаю. Теперь... Теперь отпусти меня. Хорошо? Хорошо? Конечно, Антон. Спасибо. Ладно. Хорошо. Чудесно. Пожалуйста. Я тогда пойду своей дорогой. Антон выглядит так, будто он родом из предела. Только ему не говори. Ну что ж, посидим. Подождём. Несколько часиков, пока ты не заснёшь. О, кажется, все уснули. Что ж. Давайте приступим. Вы как там все? Хорошо лежите? Спокойно? Прощай, Антон Верана. Не стоит его беспокоить. Маэстро спит. Мы находимся в таверне Ночные Ворота. По заверениям того повара... Мам, где-то здесь. Привет, привет. Что привело тебя в Ночные Ворота? Хочешь поесть или переночевать? Расскажи мне что-то про этот трактир. Про старый трактир? Всегда тут был. Мой прапрадед его построил. Потом он перешёл к деду, потом к отцу, ну и ко мне. Если что нужно, кричи. Хорошо. Только вот криков гурмана никто не услышит. Неплохо. Сонная артерия однозначно порвана. А что, товарищи? Мы же тебя потащим. Пошли. Пошли. Смолчи. Ну ничего, сейчас я тебя спрячу. Вот, собственно, и заныкались. Дело сделано. Гурман убит. Грамота у меня. Пора отчитаться. Брат. Сестра. Херовая у вас семья, конечно. Ну да ладно. О, вот и наше смертоносное чудо. Как там, гурмая? Мертв. Так я и понял. Кажется, некий орк бесследно пропал. А это значит, что тебе удалось не только убить гурме, но и избавиться от его тела. И грамота тоже у тебя, как я вижу. Так и да. Отлично. А еще говорят, что повар в Маркарте встретил безвременную смерть. Все исполнено точно. Стрела в сердце. Хм, я в тебе ошибся. Теперь сомнений нет. Наверное, мы все ошибались. Вот твоя награда. И еще кое-что от меня. Считай, что это я так извиняюсь. Ну, за скупость свою. Это кольцо ночного ткача. Я его носил много лет. А теперь хочу отдать тебе. Колдовать лучше будешь. И от врагов прятаться. Скрытность и колдовство. А теперь иди, поговори, Састрит, пора. Пора начинать последний этап этой великой и славной операции. Ну да, ну да. Сейчас я вам покажу это кольцо. Шутовская одежда. Скрытность повышается на 10, и заклинания разрушения расходят на 10% меньше магии. Такое кольцо. Значит, дело сделано. Гурман мертв. Я думаю, пора. Еще как. И я решила, что эта честь достанется тебе. Ого. Великая честь. Ты прям-таки излучаешь спокойствие и уверенность. Тебе на роду написано совершить этот подвиг. Приступим. Отправляйся в мрачный замок в Солитьюде. Покажи грамоту гурмана начальнику охраны, командиру Марону. Наверняка ты его помнишь. Ты получишь доступ на кухню, а затем и к императору. Ты будешь притворяться поваром, так что тебе легко будет отравить еду. Так у меня там куча штрафов. Вот, возьми. Это корень жарницы. Хватит одной ложечки, смерть наступит почти мгновенно. Император будет служить Ситизу, прежде чем поймет, что умер. После того, как Мид будет убит, беги через верхнюю дверь наружу, а потом по мосту. Я договорилась, что его не будут охранять. когда поднимут тревогу. Да. Иди, друг мой, иди и исполни свою судьбу слышащего. Да будет так. Береги себя. Исполним свою судьбу слышащего. Мы находимся у мрачного замка, города Солитьют. А ну стой! Башню вход воспрещен. Да? Ну, смотри грамоту. Что это такое? Приказ его величества, податель сей грамоты, гурман. Клянусь азорой. Гурман. Я... Простите. Я вас не признал. Мы... Мы же не знали, кого ждать. Сами понимаете, вы одеты не так, как я ожидал. Но простите, не смею вас задерживать. Проходите сразу на кухню. Джианна, наша кухарка, уже вас заждалась. Да. Ну, кстати, я вообще не вызываю никаких подозрений в броне темного братства. Джианна будет так счастлива. Что ж, приступим. Дронный зал. Декс. Возьмем поварский колпак. Наденем. Мы же все-таки повар. Юпта. А, нормально. Опять что-то принесли. Я ведь уже сколько раз говорила, у нас всего довольно. Завались. Я гурман. Гурман? О, наконец-то. Когда я услышала, что гурман приедет готовить праздничный обед для его. императора, я сперва даже не поверила. Просто... Да. Я угадала. Я... Я всегда знала, что великий гурман из лесных эльфов. Да. Понимаете, чтобы так готовить, нужно такое знание лесных трав. О, да, конечно. Император заказал ваше коронное блюдо. Бульон ле-манифик. Я позволила себе начать приготовление. Но в поваренной книге только общие правила. И все готовят бульон по-разному. Я была бы счастлива, если бы вы приготовили его по своему рецепту. Базовый бульон уже готов. Можно начинать прямо сейчас. Итак, какой ингредиент сейчас добавить? О, я знаю. Я сам не читал это. Ну, давай морковь. Морковь? Правда? Ну, ладно. Да. Что теперь? Прох вампира. Прах вампира? Серьезно? Ну, да. Ладно. Да. Пожалуй, это добавит немного земляной привкус. И, как ни странно, у нас есть немного праха. Хорошо. А что теперь? Давай еще какую-то дрянь туда засунем, чтобы он наверняка сдох. Даже если жерница не поможет. Добавляй корень нирна. Правда? О, я тоже всегда кладу корень нирна. Да? Какая прекрасная мысль. Ладно. Что теперь? Давай мясо хоркера. 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 Хоркер. Аппетитно. Наверное, нет такого человека, который не любил бы... Простите, я заболталась. Вот. Чашка мяса хоркера, порезанного кубиками. Думаю, наш суп готов. Если еще что-то добавить, вкус только ухудшится. Так? Так ведь? корень жирницы. Да? Что это? Какая-то приправа? Вы уверены? Суп и так прекрасен на вкус. Если добавить еще что-то... Ну кто тут гурман? Ты или я? Ой, простите, конечно. Это же ваш самый знаменитый рецепт, в конце концов. Хорошо, я добавила ваш секретный ингредиент. И... Если позволите, это была большая честь готовиться лучшим поваром в империи. Ни хера себе. Я понесу блюдо и проведу вас в трапезную. Наверняка император и его гости мечтают с вами познакомиться. Да. Ну что, пойдем? Прах вампира, ёптво. Да, лук на спине вообще нас не выдает никоим образом. Ну что ж, Джан, давай представим мой шедевр. Носут изысканных ртов. Но неужели тебя совсем не волнует то, что случилось? Ни капельки? Это ты о свадьбе и убийстве моей сестры? Печальное недоразумение. Не более того. Холодный мертв, горячие головы, всякое бывает. Да, а еще вот недавний случай с тобой. Я волнуюсь. Всего через минуту мы войдем внутрь. Прошу, я буду подавать. Ты просто стой и блистай. Да, хорошо. Не очень приятная история, но это единичный случай. Меня уверили, что сын того человека спланировал все в одиночку. Поправлю. Давайте-ка я одену звук. Хорошо. Защиты больше руки да может быть. Убийство императора? Хм, возможно в этом есть смысл. Но дружба с ним это действительно выгодно. Уверен вы все со мной согласитесь. Нет. Ага, вот и он. Высокочтимые гости рекомендую. Гурме. О, бульон ле-монифик. Удивительно вкусно. И мне, вашему императору, разумеется, принадлежит право первым попробовать его. Конечно. Жири. О, потрясающе. Какой тонкий вкус. Мои ожидания полностью оправдались. Это идеально. это мне кажется что-то не так. Я выжил? Как ты это сделал? Срань господня. Помогите! Убиваю! Убиваю! За помощь! Помогите! Помогите! кто-нибудь! Что? Нет! Нет! Вы... спасибо за помощь! Спасибо за помощь! Да, он должен был умереть, но он не умер. А вы что назад-то сели? Что, жрать хотите, да? Нехер жрать! Все! Обед окончен! Спокойной ночи! Он должен был сдохнуть после того, как попробовал моего замечательного бульончика. Вне всяких сомнений, это был самый несносный из всех двойников Императора. Понятно, это был не он. Еще больше рад от того, что это твоя работа. Убийца из Темного Братства только что покусился на жизнь Императора. Если бы это был настоящий Император, покушение бы удалось. Согласен. Удивляешься? Да. Я тоже удивился, когда некто из твоей семьи пришел ко мне с этим планом. Видишь, мы заключили сделку. Обмен? Кто меня сдал? Я получаю тебя, а Темное Братство продолжает существовать. Знаешь что, я передумал, как насчет такого плана. Я убью тебя и зарежу всех и каждого из твоих ничтожных друзей. У меня нет друзей. Прошу следыща прямо сейчас берут штурма. Вот что я думаю об этой сделке. Вы убили моего сына. Вы все и вы за это заплатите. Нет, твоего сына убил я лично. так чтобы хоронить было нечего. И до тебя я тоже доберусь. Слабаки. Ладно убираемся отсюда. Мы находимся недалеко от того же темного братства. Воу. Там агент уже шарашит. Конечно есть. шарашит. Фестас. Да, Фестас. Жаль тебя. Хотя нет, ты был тем еще засоранцем. нет. Не знаю, кто-то из тут. Какая разница. Не знаю, я Не вставай. Визара. Убили Визарру. Ох, ёпта. И болка порвали. Да ёпта. Умрёшь ты? Или как? Давай отдыхать. Габриэлла. Тоже мертва, к сожалению. Паучка законопатили того, кто всё время мне мешал в диалогах. Ах ты ё-моё. Мразь. Чё ты крепкий такой? Ах, значит тебя не убили. Я уже начал сомневаться. Император. Это была ловушка. Кто-то из нас предатель. Учитывая то, что почти все мертвы, я так и понял. И не спрашивай. Нет, я не думаю, что это ты. Ну, может, я так и думал. Но я обязан тебе жизнью, так что сомнений не осталось. Нам нужно выбираться отсюда. Это точно. Мы тут живьём, зажаримся. Это только вопрос времени. Пошли. Слышащий, я твое единственное спасение. Хватит! Ну, если чё, не считайте меня некрофилом. Должен же быть выходом. Чё? Чё происходит? Я иду так быстро, как могу, тупая ты фурия. Я не вижу, чтобы ты помогала. Я не создана для физического труда. А теперь давай, ты почти закончила. Ещё одно усилие! Ура! Вот! Можешь её открыть? Думаю, да. Подожди минуту. Поговори с Астрид. Здесь, в убежище Тёмного Братства. Стой, стой, стой. Притормози. Всё в порядке. Тебе многое пришлось пережить. Может, просто присядешь ненадолго? Я в порядке. Но у матери ночи есть для меня новое задание. Пойдём. О! Ну тогда веди. Я пойду за тобой. Баганули текстурки, конечно. Привет, Астрид. Тебе удалось выжить. Слава Ситису. Астрид. Пожалуйста. Мне много нужно сказать. И мало времени. Прости. Прости меня. Пенитус Акулатус. Марон. Он сказал, что если мы тебя им выдадим, он оставит Тёмное Братство в покое. Навсегда. О, Ситис. Какая же я дура. Это всё. Это моя вина. Ты лучше всех нас. А я тебя чуть не убила. Как убила всех остальных. Ты послала меня на смерть, предательница. О, да. Я подставила тебя. Я хотела твоей смерти. Я предала тебя. Предала мать ночи. И всё, что было мне дорого. А теперь Марон предал меня. Я просто хотела, чтобы всё оставалось по-прежнему. Как было до Цицерона. До Матери Ночи. До тебя. Я думала, что смогу нас спасти. Я ошиблась. Но тебя не убили. Так что есть ещё шанс. Шанс начать всё заново. Начать сначала. Потому-то я и сделала это. Ты не понимаешь. Я молилась Матери Ночи. Я сотворила чёрное таинство на себя. Я признаю твою правоту. Правоту Матери Ночи. Древние обычаи долгие века хранили тёмное братство. Глупо было идти против них. И чтобы доказать свою искренность, я молилась о контракте. Теперь ты, глава семьи. Я отдаю тебе клинок горя, чтобы тебе открылась истина. Убей меня. Спасибо. Астрид. Клянусь песками, я все никак не могу поверить. Если бы я не... Что ж, без лишних слов. Астрид мертва. Все, как должно быть. Да, придет она освобождение в пустоте. Но пока ты живешь, живет и темное братство. Мы должны выполнить контракт. Император Титмит II умрет. Поговори с Омоном Матьером в таверне горцующее кобыло. Он должен знать, где настоящий император. Но вначале сообщи Назиру о своих планах. Поскольку ты слышащий. И твой долг скрепить эту семью воедино. Назир. Блин, мое кресло завалили. Клянусь Ситисом, какой разгром. Думаю, это конец. Не вполне. Мать ночи вновь говорила со мной. Мне нужно еще раз переговорить с Омоном Матьером. С Омоном Матьером? Но это же значит... Контракт все еще в силе. Настоящий император должен быть убит. То есть, у нас еще есть шанс? Но как? Наш план пошел прахом. Все мертвы. Семья... Семья жива, Назир. Ты должен доверять мне. Ну, хорошо. Иди, иди, мой слышащий. Выслушай, что нам скажет этот хитрый мерзавец Матьер. А потом отправь императора к Ситису. Но когда ты закончишь, пожалуй, нет смысла возвращаться сюда. Я подумал об убежище в Донстаре. Там мы могли бы обустроить неплохой дом. Слушай, когда закончишь все дела с императором, Найди там меня и Бабетту. Я придумаю способ перенести туда Мать Ночи. Не волнуйся. Ступай. Возвращайся с огромной бочкой золота, а? Так и сделаю. Бабетта, деточка, собирай вещи. Мы переезжаем. Фрид, покровитель великого клана сынов битвы. Рекс. Будь я проклят. Говорили же, что тебя нет в живых. Матьер в задней комнате, если у тебя к нему дело. Да. Дело. В чем дело? Я же приказал меня не беспокоить. О боги. Тебя не убили? Но я слышал. Ваше убежище, пожалуйста. Поверь мне, я тут ни при чем. Я хотел убить императора. Настоящего императора. И хочу. Это все, Марон. Он. Император. Настоящий император. Где он? То есть, после всего, что случилось, Темное Братство все-таки исполнит контракт. Даже прекрасная новость. Великолепная новость. Император все еще в Скайриме, но собирается уезжать. Он сейчас на борту своего корабля Катария, а корабль стоит на якоре в заливе Солитюда. Поторопись. Если сможешь попасть на корабль и убить Титамида, как мы договаривались, я укажу, где лежит твоя награда. Пожалуйста, поторопись. Корабль императора не будет стоять на якоре вечно. Тебе еще какая-то информация нужна? Командир Марон. Я тебе... Ну да, я полагаю, ты просто хочешь заплатить по счетам. Насколько мне известно, он в порту Солитюда готовит отплытие императора. Пожалуйста, поторопись. Я уничтожу его. Карабль императора не будет стоять на якоре. Командир Марон. Еще один червь бросится под каблук. Умри! Умри! Меня этому долго учили. Чему? Ты не гриф, я в тебя верю. Мы почти на месте. Вот это чертова Катарина. Что ж, поплыны. На этот раз императору не уйти. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и все. Ладно, довольна. Прорываться я буду с боем. Что это? И точно! Отбивай! Идите сюда! А вот и капитан этой злополучной посудины. Забираем универсальный ключ, чтобы не ломать кучу отмычек. А в мастера... А ты не вставай. Ты уже приплыл, морячок. Ну... Что это было? Кто еще? Ой... Зря я вышел, конечно. Конечно. Не стоило с ним звонить. Пора покончить с этим. Да, пора. Борт Катарины. Круто. А вот и двери в покое императора. Как видите, они закрыты на уровень мастера. Но, имея мастер-ключ, мы его открываем без помех. Для того, чтобы его получить, нужно убить капитана. В поласте по кораблю вы его однозначно найдете. А теперь... Моя месть! Снова я убедился, что командир Марон... Глупец. Я говорил ему, что темное братство не остановить. Никому и никогда. Заходи, не стесняйся. Ты же здесь не для того, чтобы на меня полюбоваться. К твоему правлению пришел конец, таков приказ Ситиса. Ах, избавь меня от этой унылой риторики. Я не буду умирать, рыдая как младенец. Я знаю, зачем ты здесь. Я должен умереть. А ты нанесешь удар. Этого уже не изменишь. Но, может, ты поговоришь со стариком, прежде чем совершить свое дело. Ты меня выслушаешь? Хорошо. Ты убьешь меня, и я не противлюсь своей судьбе. Но, несмотря на выбранный тобой путь, я чувствую в тебе особое честолюбие. И я попрошу тебя об одной услуге. Предсмертное желание старика. Многие хотели моей смерти, но лишь один отважился осуществить это желание. И этот человек, кем бы он ни был, должен понести кару за свое предательство. Я прошу тебя, когда ты получишь плату за мою смерть, убей своего заказчика. Ты сделаешь мне такое одолжение? Ассасины Темного Братства не делают одолжений. Жаль. Я надеялся добиться хотя бы Тени Справедливости. Итак, теперь можно вернуться к насущному делу? Дело сделано. Император Титмид II мертв. А, вот и ты. Я знаю, я знаю. Я получил вести несколько минут назад. Ха-ха-ха, это славно. Друг мой, не знаю, понимаешь ты или нет, но тебе удалось оказать империи, да и всему Тамриэлю, такую услугу, которую никто не забудет. Ха-ха, но ты же не интересуешься политикой, верно? Ты хочешь денег, и ты получишь деньги. Твоя награда ждет тебя в укромном месте. Она в урне, в том самом склепе, где мы впервые встретились, в Улундруде. А теперь уходи. Забери свои деньги, и, надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Больше нам, слава богам, говорить не о чем. Да, ты прав. Не о чем. И убивать мне тебя не обязательно. Но у нас был договор. Был. Теперь его нет. Я убил его, потому что предательство мне знакомо. Астрид предала нас. Она хотела нашей смерти. Она убила всю свою семью. Именно поэтому я его убил. 20 тысяч плата за голову короля. Император, король, монарх, любой правитель. На их руках много крови. Не всегда виноватых, не всегда достойных этого людей. Как минимум поэтому они заслуживают своей участи. Ну, чего там с императором? Дид Мид Второй пал от моей руки. Да неужели? Вот это новости, что надо. Несмотря на то, что недавно стряслось, это счастливый денек для нас, друг мой. Пусть у тебя и были ошибки, чего уж там. Но твоя верность братству осталась твердой. Мы все обязаны тебе спасением. И я у тебя навеки в долгу. Не было у меня ошибок. Я все идеально сделал. Убийство императора? Сколько Матьер дал за такой заказ? 20 тысяч золотых. Ха, поразительно. Ну, смотрю, со старым хрычом дело того стоило. Хочешь добрый совет? Отправляйся в Рифтен и найди Делвина Мэлори. Астрид тебя к нему уже посылала, не так ли? Мэлори лучший поставщик товаров. Нам ведь позарез нужны деньги, чтобы починить и обставить убежище. И будет у нас настоящий дом, ммм? Ты займись этим, а я поищу подходящих кандидатов для вступления в нашу семью. Слышащий! Но наша работа только начинается. Подойди ко мне, слышащий. И услышь мои слова. По имя Ситиса, что за... Да, да, это Цицерон. Глупо было сохранять мне жизнь. Думаешь, я спасибо скажу? Цицерон должен быть слышащим. Не ты! Ты умрешь. Да? Ахахахаха, засада. Ай, слышащий, тебе надо видеть свое лицо. Ахахахаха. А-а-а! Цицерон вернулся! Не для того, чтобы убить слышащего, но чтобы служить матери, пока кто-то из нас не примет ужасную смерть. Лучшие друзья навек! Хм, мне это подходит. Обустроюсь в убежище. За матерью нужен глаз да глаз. Пока, Цицерон. Славно было убивать вместе с тобой. Что ж, дорогие друзья, вот и подошел конец серии прохождения мною гильдии в Скориме под названием Темное Братство. Надеюсь, вам было интересно. Сегодня мы убили императора, а такое случается не каждый день. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, оставляйте свои мнения. Мне это будет очень интересно почитать. И пишите, пожалуйста, что бы вы хотели видеть на канале. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.